Субтитры делал DimaTorzok Доброго времени суток тем, кто смотрит нас в повторе и в интернет-версии. В эфире проект АУТОДАФЕ, введу его я, Заур Газеев. Прежде чем начать свою передачу и представить сегодняшнего собеседника, я хочу выразить благодарность за помощь в организации этого выпуска АУТОДАФЕ, прежде всего Комитету гражданских инициатив, господину Гусаеву, господину Богомаеву. А я хочу выразить благодарность Министерству печати и информации Республики Дагестан Ну и, конечно же, хочу поблагодарить за площадку, которую нам предоставляет еженедельник «Свободная республика». О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу, она пройдет быстро. Итак, дамы и господа, время, когда я должен представить моего сегодняшнего собеседника. Это Алексей Всеволодович Малышенко, эксперт центра «Карнеги». У него есть еще и много должностей, но об этом узнаем от него лично. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, вы сюда приехали по какому поводу? Я выступаю, вот меня попросил сюда приехать в комитет гражданских инициатив, чтобы выступить перед своими друзьями, коллегами. Перед любезнейшей публикой. А поскольку я здесь не первый, не второй, не третий, не четвертый и не пятый раз, то когда видишь, ну не скажу ползала знакомых, но уж во всяком случае с несколько десятков человек, то это очень приятно. Понятно. Итак, я недосказал, кто вы по званиям, если это имеет значение. Давайте перечислим, вы профессор. Я профессор, я доктор наук, причем не каких-нибудь, а исторических. Ну, пишу, работаю, выступаю. Темой вашего выступления сегодня на этом мероприятии было что? Я сегодня говорил о том, что можно было бы очень коротко и провокационно сформулировать как ислам и исламизм. Но больше, естественно, я говорил про исламизм, поскольку это феномен сравнительно, подчеркиваю, сравнительно новый, очень перспективный, разношерстный, так скажем, и не всегда понятный. Вы наступили на очень зыбкую почву. Вы ходили практически по лезвию ножа. Любое ваше слово могло быть обращено против вас. Ну, в принципе, так оно отчасти и получилось. Я сейчас не хочу залезать в дебри того, о чем вы говорили, но вы были готовы к реакции на то, что вы сказали? Я был даже готов к более жесткой реакции. А вас правильно поняли? Вы знаете, я бы поделил зал на три части. Первая часть, ну, предположим, одна треть, правильно меня понимали, и это были мои единомышленники, даже если они не хотят говорить примерно то же самое по тем или иным причинам. Вторая категория – это те люди, которые задумались и удивились. А третья категория – это полное отторжение. Причем последнюю можно разделить тоже на две части. Это пассивное отторжение и агрессивное отторжение. Понятно. Что, на ваш взгляд, вызвало возмущение определенной части аудитории? Вы знаете, ассоциация исламизма и ислама и уверенность, что если пришлый человек, не мусульманин, говорит об исламе то, что он думает, то уже в самом этом заложено некое оскорбление, даже не непонимание, а именно оскорбление, как ты посмел, как ты посмел вот так рассуждать о том, что для нас свято. Что их возмутило, в частности, какая мысль ваша? Ну, во-первых, некоторые так и не поняли разницу между исламом и исламизмом, и это имеет принципиальное значение, потому что я говорил про исламизм и оценивал его объективно. Ну, знаете, вот есть химик, который занимается таблицей Менделеева условно, так? И, в общем, ему безразлично его отношение к натрию или калию, он это оценивает. И если ты занимаешься даже таким тонким делом, как религия, и подсознательно свои симпатии или антипатии на предмет исследования переносишь, то из этого ничего не получается. А оппоненты, которые меня не понимали и отторгали, вот для них всё построено на эмоциях. Тем более, когда религия связана с чувствами, с эмоциями, с верой, это очень тонкая и сложная материя. И всегда, когда ты говоришь о религии, будь то ислам, православие, это тоже болезненный вопрос в России, то всегда возникает опасность, что ты кого-то обидишь. Но ты не можешь не обижать. Это твоя профессия. И момент обиды заложен, если ты говоришь о Коране не как о богоданной книге, а как о тексте, потому что в противном случае ты уже не исламовит, ты уже просто мусульманин. И эти нюансы, конечно, вылезают, это естественно. Что касается священных текстов, для кого-то это возможность стать лучше, приподняться наверх в духовном плане, вырасти. Для кого-то это источник для того, чтобы совершать то, что делается в Сирии, например. Тут как бы они тоже не апеллируют к какому-то другому священному тексту, они апеллируют к тому же самому тексту. Объяснить это аудиторию очень сложно. И я просто восхищаюсь тем вашей смелостью, какой-то человеческой смелостью. Тело не в том, что там какие-то физические угрозы, это другая история. Просто с возрастом как-то все-таки стараешься обходить темы, которые несут в себе какой-то конфликт. Уже по определению вы зашли на площадку, на территорию, на которой конфликт просто неизбежен. Тем более, даже те, кто называют себя мусульманами, у них между собой есть какие-то непримиримые позиции. Они между собой не могут общий язык найти. А когда человек со стороны приходит и начинает пытаться, и начинает делиться с ними своим видением ситуации, это, конечно, для них это культурный шок. Понимаете, какая вещь, Самзаур? Вот вы говорите о священных книгах, правильно? В данном случае Коран. Но ведь те люди, с которыми мы сегодня общались, и вообще мусульмане, особенно сегодня на Ближнем Востоке, на Кавказе, где угодно, они же апеллируют, по сути, не к священной книге, а к тем или иным её толкованиям, в данном случае Тавсирам. Любой священный текст можно толковать как угодно, это давно известно. И получается, что есть плохие мусульмане, есть хорошие мусульмане, ну, то есть, как бы, взаимное непонимание. Более того, есть мусульмане, которых другие мусульмане вообще не считают мусульманами. Ведь что получается? Что такое вера? Это Бог и ты. Что такое религия? Это некая традиция, культура, которая создавалась людьми, тексты, которые создавались людьми, редактировались священные тексты, как, кстати говоря, Коран халифом Амаром. Это всё создано людьми. А вот отношение человека и Бога – это сугубо интимное. И никто не вправе никого учить, как мне в него верить, как мне к нему относиться. Мы имеем дело, когда говорим о религии, не с чем-то священным, а с тем, что было сделано, что развивается в этом направлении, в этом направлении, что меняется в зависимости, простите, от политической и социальной конъюнктуры. Вот в чём проблема. Не надо путать веру и религию. Это очень просто. Я всё это понимаю, и здесь я, ваш единомышленник, гораздо больше, чем вы об этом думаете. И мне ужасно было приятно пригласить вас на эту площадку, послушав то, о чём вы говорили. Но мне было бы интересно не только то, с чем вы приехали сюда, но и то, чем вы занимались до этого. Однако есть что-то, пользуясь возможностью озвучить ещё раз свою мысль, и подчеркнуть тот момент, который был поводом для недопонимания на семинаре. Хотите ещё раз озвучить свою позицию? – Оппозицию относительно чего? – Относительно того, что возмутило этих людей. И вот у вас есть возможность сказать это на камеру. – Этих людей, я их очень хорошо понимаю, хотя они вели себя достаточно агрессивно, возмутило то, что я осмелился, не будучи мусульманином, говорить об исламе то, что я думаю. – Вы что-то неприличное сказали в адрес ислама? – Вы знаете, нет. Вот в чём меня точно нельзя обвинить, так это в неприличии. – А что их возмутило? – А вот то, что я говорил о мусульманах, а мусульмане такие же люди, которым свойственно ошибаться. И мусульманский мир, мусульманство, умма, она имеет огромную историю. Она продвигается путём пробы и ошибок, как и все. – Как и любой человеческий социум, да. – А те люди, которые были возмущены, их возмущало то, что я не признаю их подход. Я не признаю то, что с их точки зрения нет ничего больше ислама. – С их точки зрения вы не признаёте их право быть такими, какие они есть. Или они оскорблены самим фактом. – Меня обвинили в том, что я оскорбил ислам. – Так, вот в чём выражается это оскорбление? – Вы поняли? – В общем, в принципе, что я смею говорить об исламе. И говорить не о том, что это конечная религия, Мухаммад, печать, порока. А в том, что я пытаюсь какие-то вещи, связанные с исламом, напрямую связанные с исламом, пояснить и понять рационально. Всё ясно. Так, ну тогда эта тема как бы у нас снята. Вы историк. Ваш любимый и изучаемый вами период истории. – Значит, я историк, но я прежде всего исламовед. – Так. – Исламовед я уже лет сорок. – Ну, это уже стаж. – Это стаж. И когда я, учасься в институте, по ночам переписывал Коран по-арабски, потому что мне это нравилось. Ну, просто нравилось. Я от этого получал удовольствие. Причем, самыми разными шрифтами это делал. То, скажем, на меня мои знакомые, даже мои родственники оглядели, я бы сказал, с интересом. Вот так вот. Но мне это нравилось. Я сам действительно это читал. Это, ну, знаете, вот у всякого свое. Поэтому я занимаюсь исламом. Сам действительно, во всяком случае, ну, за 40 лет, наверное, чему-то можно было научиться. Что касается вашего вопроса о периоде, я очень увлекался в свое время Мухаммадом. И даже под псевдонимом написал о нем повесть, которая была опубликована в свое время в журнале с наукой религии. А потом уже я перешел на современность. Я не философ, я не богослов. Это моя слабость. Но невозможно быть и тем, и этим. Ну, не получается. А сейчас, вот, в силу того, что происходит, я последние, ну, скажем, уже лет, 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 да все время, фактически, я все-таки занимаюсь серьезными проблемами. Если раньше это больше был Ближний Восток, где я провел несколько лет, то, наверное, начиная с конца 80-х, я сначала занимался так называемым советским исламом, а теперь всем тем, что происходит вот в России с исламом, с мусульманами, вообще на постсоветском пространстве. А поскольку все взаимосвязано, то, естественно, говорить о российском мусульманстве, не зная, что происходит на Ближнем Востоке и в Афганистане и так далее, невозможно. Поэтому круг интересов очень получается широк, это даже не круг интересов, это некая обязанность знать, чего происходит вокруг, а иначе ты ничего не поймешь. Особенно сегодня, особенно в то время, когда то, о чем мы сегодня говорили, исламизм, он протянут от Марокко до Индонезии, через Ближний Восток, через Афганистан, Иран, Кавказ, Волгу, Урал, Сибирь, и так, и сам Китай, и везде вот эти феномены или этот феномен, который вот я называю исламизмом, он существует. Поэтому действительно очень сложно. С одной стороны, можно говорить вообще, это очень просто, но для того, чтобы профессионально говорить вообще, нужно знать огромное количество частностей национальных, этнокультурных, региональных. В общем, на это уходит время, и, как выясняется, на это уходит жизнь. У меня к вам такой вопрос. Мне очень нравилась всегда теория Гумилева, вот этногенеза и развития человечества. Мне очень нравилась его вот история теории пассионарности, мне нравилась, мне казалось, она очень логичная, когда возраст народа или какой-то идеи сравнивают с возрастом человека. Вот есть детство, есть зрелость, есть период, когда у человека появляются артриты, артрозы, проблемы позвоночника, есть период, когда есть детские болезни, есть период, когда есть болезни молодости и так далее. Может быть, у ислама сейчас время тех болезней, которые свойственны среднему периоду, ну, в силу возраста религии. Христианство, как бы, эти болезни уже прошло. Нет этого ощущения? Или вот здесь у меня каша в голове? Вы знаете, Заур, вот тут я с вами не согласен. Хотя, я думаю, что большинство наших знакомых по позиции ближе к вам, я не очень люблю Гумилёва. Он хороший писатель. вот историки не очень любят Гумилёва, даже тот же самый... И вот такая, да его не любят. Даже Андрей Зубов его не любит. Андрюш, да, да, даже он при всем том, что он был лично с ним знаком, относится к нему хорошо, относился, но при этом, когда речь шла о науке, они как бы... Гумилёв не профессионал. Он очень талантливый сам человек, его интересно читать, но если ты... Это литература. Это литература. И когда ты читаешь его профессионально, допустим, по тюркологии или что-то в связи с арабами или с Китаем, то это все рассыпается. Вот в чем дело. В целом это очень интересно. Красиво. Это захватывающе. Но, понимаете, о мертвых или ничего, или хорошо. Вы были лично знакомы? Нет, я не был. Я не был, но я его читал. Я его читал, и даже еще будучи достаточно молодым, при чтении Гумилёва у меня, я помню, возникали нестыковки. И дальше можно рассказывать, как он защищал когда диссертацию, то все признавали, что это интересно, но тюркологи говорили, что там очень слабая тюркология, арабисты, арабистика и так далее. Но, тем не менее, эта часть нашей истории, его нельзя рассматривать как историка. Это часть нашего культурного достояния. И это, кстати говоря, имеет огромную важность. Это часть нашего культурного достояния, его видения, в том числе вот это слово, которое не всегда понятно, пассионарность. В том числе вот этот подход, что не империи, не цивилизации, не народы. Вот они соображдаются, живут и постепенно умирают. А я могу вам сказать, что они не умирают, не сходят, они трансформируются. Перерождаются. Перерождаются. А что это такое? Как? Так что я думаю, что все намного-намного сложнее и, может быть, даже хуже. А что касается ислама, который на 600 лет самоложе христианства, я думаю, что, может быть, даже дело не в возрасте. Тут очень много существует разных причин. И, кстати говоря, в чем, я бы сказал, трагедия мусульманского восприятия мира мусульманами? Ну, действительно, ислам – конечная религия, Мухаммад – печать пророка, самая совершенная религия. Мы вот с точки зрения мусульман. Но экономическое и политическое соревнование это было проиграно в чистую. Компьютеры это делаются не в мусульманском мире. Войны-то, как правило, выигрывали европейцы. И эта трагедия, как же так? Будучи принадлежа к самой совершенной религии мы даже не то, что обогнать не можем, мы догнать-то не можем. Вот это самое страшное. А это комплекс неполноценности. И если мы будем вдруг, вот сейчас давайте делаем такой прыжок, террористы, отчего? Ну, масса можно объяснить, объяснений, но в основе это комплекс неполноценности. Ты ушел далеко, ты богатый, ты развитый, я вынужден у тебя учиться, но мне обидно, я хочу тебя наказать, в конце концов. Обидно. Вот этот комплекс неполноценности Бен Ладен. Ну, тут вообще много чего очень странного в этой истории, потому что 16 человек из тех, которые участвовали вот в этой истории с башнями и близнецами, 16 из них были, из этих 16, 14 были из Саудовской Аравии, из очень хороших и богатых семей, чего вам в жизни не хватало? Но вы марксист. Заур, вы меня извините, но вы марксисты. Так меня еще не оскорбляли. Дело не в деньгах и не в материальном достатке. Дело в ощущении. И дело в восприятии и самого себя, и своей культуры, и своей традиции, и понимании, что вот да, мы самые-самые, но ездим-то мы на чьих машинах? Это все я регулярно пишу в своих статьях. Ну вот видите, значит, мы с вами все-таки... Это все, да, регулярно говорит и наш глава республики, да, в той или иной форме. Я не слышал, чтобы он такое говорил. Ну вот такие вот подобные вещи, да, потом они растекаются по интернету, да, и люди говорят, ай-яй-яй, какой он нехороший, хотя по сути человек говорит правильные вещи. Занимайтесь образованием, занимайтесь каким-то духовным ростом, но вы же видите, вы обратно на верблюдов не сядете. Если вы сейчас начнете все измерять буквально, как написано по вопросу интерпретации, если вы сейчас будете один в один пытаться всю эту кальку создать, у вас ничего не получится. В результате мы видим массу конфликтных ситуаций, которые по пусту, которые происходят из-за вещей, которые можно оставить уже. Вот тут каждый человек имеет право думать, как он считает нужным, это его счет из Господа. Не прав он, Господь сам его накажет, но нет же, люди же хотят, чтобы все вместе собрались и сказали вместе что-то, да, вот мы, не знаю, вот эта тяга к какому-то единению, там, где в нем вообще нет никакой необходимости, я этого тоже не понимаю. В чем, наверное, ошибка, как мы с вами, это, я говорю самосерьезно, мы все время ищем какую-то рациональность, это наше право, и я считаю, что мы правы, рациональность нужно искать, но не учитывать иррациональности, а любая вера, я верю, что Бог есть, я верю, что Бога нет, она иррациональна, это именно вера, и вот на этой вере очень много чего основано, я верю, не знаю, в какое-то утопическое государство, кстати говоря, мы это проходили при советской власти, мы верили в коммунизм, иррационально верили, это была другая религия, это была иррациональность, вот в чем дело, а мы пытаемся логикой все постичь, ну вот смотрите, ситуация такая, вот Вестфальский мир, это мир, в котором люди договариваются совершенно на других принципах, вера, она остается личным делом человека, есть гражданское общество, есть гражданские нации, ну и так далее, вот, при советской власти вера была, религия была отделена от государства, насколько я понимаю, заменена другой, ну да, 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 насколько я понимаю, официально по конституции наши государства тоже не религиозно, не теократическое государство, у нас тоже религия это что-то общественной организации, да, это просто общественная организация, большая и так далее, вы же согласны с этим? Почему вдруг это становится предметом для обсуждения, у нас что, обсуждать нечего? Мне, например, надоели эти обсуждения, это, это божественное, да, может пусть они у себя это обсуждают, пусть они думают, я хочу, а где у себя обсуждают? Ну вот в своем кругу. А что такое свой круг? Ну это круг, где собираются люди со своими единомышленниками, да, но есть же общество любителей, там, каких-то писателей, да, есть общество трезвости, есть общество рыболовов, нет, вот вы обсуждаете, вот вы обсуждаете это в своем кругу. Но религия это не общество, рыболовов все-таки. Согласен. Понимаете, какая вещь, ведь предположим, вот мой вопрос, он в чем? Он в том, что почему религия должна становиться повесткой дня? Вот я и хочу на него ответить. В государстве, в котором она официально отделена от государства. Вот коренное слово государство. От государства она отделена, да, но от общества она не отделена. И вот тут возникает коллизия. Вы можете ее точно отделить по конституции, то, что сделано, от государства. Но в обществе-то эта религия, особенно такая обмерщенная, как ислам, а православие, кстати, тоже обмерщенная религия, хотя и не в той степени. Так или иначе, вы без нее никуда не денетесь. Ну, хорошо. Чем дальше, тем больше будет. Вот вы православный христианин, да, вот с вами спорил убежденный мусульманин, да, ну и что, вам теперь крестовые походы объявлять против него или ему идти на вас джихадом. Вы не договоритесь никогда до общего мнения. В лучшем случае все, что вы можете, это оставить свое мнение при себе. Но мы же не изолированы друг от друга. Мы живем-то здесь, мы все время трёмся. Алексей Васильевич, у нас не получится жить в одном государстве, не договорившись о каких-то базовых вещах. Ты свою религию обсуждаешь среди своих людей, вы свою религию обсуждаете среди тех, среди ваших единомышленников. Это не должно выноситься на повестку дня, на мой взгляд. это повод для гражданских конфликтов, нет? Заур, вы идеалист. Понимаете, какая вещь? Я к этому отношусь как к вечному процессу. Мы вечно будем договариваться. А вы относитесь к этому как к процессу, где есть какой-то финал. Мы договорились, и больше ничего не будет. Ну, у этой финал какой? У этой истории? Если мы не договариваемся, мы начинаем взрывать, убивать. Мы вечно договариваемся. Мы будем вечно договариваться, но... Если мы договариваемся, а если мы не договариваемся, если мы вступаем в конфликт... А вы знаете, о чем мы сейчас говорим с вами? Ведь мы говорим о конфликте цивилизации. Да, да. Он есть, но только это очень ужасно звучит. Конфликт цивилизации. Это тут же возникают танки, самолеты, фронты. А давайте заменим слово цивилизация на слово идентичность. Конфликт идентичности есть, в том числе конфессиональных. Есть. Трения есть. Есть. И были, и будут. Мы от этого никуда не уйдем. Поэтому давайте всё время договариваться. Вот это тот процесс, который поддерживает наше существование и наш мир. Если мы не встречаемся, не общаемся, значит, мы живём на разных полюсах или на разных планетах. если мы общаемся и трёмся друг о друга, это неизбежно. Мы в каком-то плане и помогаем друг другу, но порой это трение, оно вызывает искры. Итак, дамы и господа, на этом первая часть нашего диалога с Алексеем Силовичем Малышенко подошла к концу. Продолжение вы увидите на следующей неделе. Это будет интересно, эта неделя пройдёт быстро, ну а самых терпеливых по окончанию ждёт притча. Жил-был прораб, всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию. Я увольняюсь, сказал он работодателю, ухожу на пенсию, буду со старушкой внуков нянчить. Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его, «Слушай, а давай так, построй последний дом, проводим тебя на пенсию с хорошей премией». Прораб согласился. Согласно новому проекту ему надо было построить дом для маленькой семьи. И начались согласования, поиски материалов, проверки. Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии, чего-то не доделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее достать. Он чувствовал, что делает не лучшую работу в своей жизни, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. По завершению стройки он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал, «Знаешь, а ведь это твой дом, вот, возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от нашей фирмы за долголетнюю хорошую работу». Что испытал в этот момент прораб, было известно только ему одному. Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Он осознавал, что все ошибки, недочеты стали теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком и теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил плохо. Мы все прорабы, мы строим наши жизни так же, как и прораб перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем особых усилий, считая, что результат этой конкретной стройки не так уж важен. К чему излишние усилия? Но затем мы осознаем, что живем в доме, который построили сами. と ничего не делали. День 8. Прорабы, мотови, 人民. Кареми — добры, монти, не слав Ой. Субтитры создавал DimaTorzok